Новый дизайн, удобный формат, актуальные новости. Будьте с нами в центре событий. Сургут готовится к празднованию Дня Победы. 8 мая пройдет репетиция торжественного парада, ну а 9-го сургутяных гостей города ждут несколько сюрпризов. О них подробнее. Парад в Москве 9 мая – событие всегда грандиозное. За передвижениями техники и ровных колонн различных видов войск наблюдают по всей стране. Но больше везет в этом плане, несомненно, жителям и гостям столицы, у которых есть возможность все видеть воочию. Это грандиозно просто. Просто ощущение восторга. И даже то, что шла репетиция, то специально выходила, сюда смотрела. Поскольку это недалеко работает, то после работы выходила, ждала, когда будет подготовка к параду. Это было очень приятно, очень празднично. В первую очередь парада. Прямо надо мной пролетают всегда самолеты, которые на параде участвуют. Всегда вызывают очень величественные, хорошие чувства, что все-таки есть еще что-то такое, что объединяет нас всех. И в трудную минуту есть надежда. Праздник такой, что это великая благодарность тем людям, которые отстояли, победили все это. И память, светлейшая память. Чтят память героев во всех городах России. Безусловно, Сургут не может похвастать парадом столичных масштабов. Но уже в этом году, 9 мая, на улицах города впервые пройдет автопробег. Не боевой техники, но будут и такие экземпляры, которые застали даже времена Великой Отечественной войны. Порядка 9 автомобилей будет, начиная с ГАЗ-М1 и заканчивая ГАЗ-69. То есть будут две правительственных машины, ЗИМ-12, Чайка-13, порядка 3-х 21-х Волк. Ну и в принципе, если получится, еще пару запорожцев старинных. А вот другой автопробег улицами города не ограничился и отправился еще 1 мая в Республику Крым. Путешественники повезли пожелания сургутских ветеранов своим соотечественникам и сослуживцам в Севастополь. 9 мая воежуры планируют прибыть в город-герой. Это решили жители, это решили ветераны Сургута. Автопробег посвящен 70-летию освобождения Севастополя, в целом Крыма, Керчи, городов-героев, те, которые находятся на полуострове под названием полуостров Крым. Поэтому мы едем, чтобы оказать как моральную, так и материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам Черноморского флота. В военном параде в Сургуте примут участие порядка 400 человек. После, по традиции, ветераны вместе со всеми жителями города соберутся у мемориала славы, чтобы возложить цветы к вечному огню. А представители аэроклуба обещают поднять в небо самолеты. Ну а завершится празднование Дня Победы салютом в 11 часов вечера. 9 мая десятки и сотни тысяч россиян уйдут на улицы, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны. И тех, кто погиб в те страшные годы. И тех, кто хранит живую память о днях минувших ветеранов и тружеников тыла. С каждым годом их становится все меньше. Но память о них будет жить вечно. Рамиль Нуриев, Сергей Колотов, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости. Еще больше интересного, любопытного, важного. И еще больше вашего доверия. Вашего доверия.